Сейчас прямой эфир Хабара 24 продолжит брифинг по итогам заседания правительства. Многие читатели к нам обращаются и говорят, что эти пении списывать не будут. Могли бы вы прояснить, то есть вроде как глава государства заявила о том, что списывать пении все-таки будут, но в данном случае они не подходят под этот список. И второй вопрос у меня к Джену Сумахмуновичу. Вы говорили сегодня про ЛРТ, о том, что 24 июля будут на заседании в Акимате рассматривать. Могли бы подробнее рассказать, то есть есть ли уже какие-то меры, какие-то обсуждения, то есть задание было, реально ли вызволить замороженные деньги с основного банка на ЛРТ? Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается списания пении штрафов, общая сумма пении штрафов, поставленная на 1 июля, по информации Национального банка, составляет порядка 58 миллиардов тенге, которые имеются у 5 миллионов 46 тысяч наших граждан, которые имеют беззалоговые потребительские кредиты. В указе главы государства было сказано, что будет списываться пении штрафов, которые имеются в банках и микрофинансовых организациях. У нас по законодательству Русолька Астан о банках банковской деятельности для финансовых организаций предусмотрено право переуступать свои правотребования к заемщикам, в том числе коллекторским организациям. Таким образом, если, например, банк переуступил правотребования, то эти теперь правотребования находятся не у банка, то есть не на балансе банка. То есть банк продал эти правотребования, а по указу мы списываем пении штрафов только те, которые находятся на балансе у банка. То есть могут быть две ситуации. Первая ситуация, когда банк в рамках досудебного урегулирования передает коллекторской организации для взимания долга, но при этом у права не переуступает, тогда эти правотребования остаются в банке. Эти пении штрафов будут списаны. То есть те пении штрафов, которые имеются на балансе банка или микрофинансовой организации, будут списаны по указу. А те, которые уже были проданы банкам или микрофинансовой организацией, коллекторской организацией, они не являются активами банка или микрофинансовой организации, и они не подпадают под указ. И эта работа планируется, что будет завершена до 1 августа. То есть до 1 августа. Сейчас, вы уже знаете, в прессе пишется о том, что банки уже активно начали списывать. И по результатам этой работы фонд финансовой поддержки 30% этой списанной суммы выплатит финансовым организациям. То есть банки берут на себя 70% нагрузки по списанию пении штрафов. Спасибо. По второму вопросу по ЛРТ, действительно, 24 числа на этой неделе будет Госкомиссия по развитию столицы города Нур-Султана. И один из вопросов, который будет обсуждаться, это дальнейшее строительство и завершение проекта легкорельсового трамвая. Проект действительно затянулся, он не первый год строится. Проблема была в том, что, как сегодня выступление было озвучено, были средства в Астанабанке. Сегодня Акимат совместно с Назбанком, Министерством финансовым проводит мероприятие по взысканию этих средств. Средства заморожены, более 80 миллиардов тенге. Поэтому это был первый транш по займу. Исходя из этого, строительство временно было приостановлено. Поручение президента завершить этот объект. В четверг Акимат будет представлять варианты и механизмы реализации этого проекта. По итогам Госкомиссии мы сможем вам дать более полную информацию. Но проект будет завершен. Сроки, которые мы для себя ставим совместно с Акиматом, это следующий год. Следующий год, где выточнил конец? Но исходя из того, что сейчас разгар строительного периода, необходимо будет по новой мобилизации. Начало строительства мы ориентируемся до конца следующего года. Продолжение следует... 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 10 дней и только полдня. Спасибо. Очень интересный вопрос вы задаете. Вообще деятельность парламента, она определена конституционным законом о парламенте, поэтому там все зарегламентировано четко, но, на мой взгляд, наш парламент достаточно профессионально и достаточно эффективно выполняет свою работу. И все те законопроекты, которые вносятся в парламент, они своевременно и очень качественно прорабатываются, в итоге принимаются, и на выходе законопроекты получаются, на мой взгляд, достаточно высокого качества. Поэтому с точки зрения того, что они отрабатывают свои деньги, мне кажется, это не вызывает никаких сомнений. Но что касается летних каникул, то в это время они посещают регионы, встречаются. Им нужно и время для того, чтобы встречаться со своим электоратом. С тем, чтобы... 10 дней. Этого недостаточно. Надо посетить различные населенные пункты, посрещаться с различными коллективами, насытиться новыми какими-то предложениями, рекомендациями, людскими чаяниями, их пожеланиями и так далее, для того, чтобы дальнейшая их работа уже законотворческая была более качественной и эффективной. Поэтому, мне кажется, им отведено столько времени для того, чтобы обеспечить эффективность их работы. То есть вы не собираетесь заниматься сокращением депутатских каникул или оплаты? Таких планов у вас нет? Таких планов нет. Благодарю вас за ответ. Убедительно просим задавать вопросы по теме нашей пресс-конференции. Пожалуйста, следующий вопрос. Телеканал Евразия. Слушаем вас. Эльмир Ишмухаметова, Первый канал Евразии. У меня вопрос Гульширена Ушаевина. Скажите, пожалуйста, вы сегодня говорили о поддержке малообеспеченных казахстанцев, о выплате адресной социальной помощи. Тем не менее, вчера Кемат Алматы опубликовал фотографии двухэтажных домов и наличие дорогих автомобилей у людей, которые получали адресную социальную помощь. Как вы собираетесь с этим бороться? И будут ли обязаны эти люди выплатить все деньги, которые были им перечислены? На сегодня у нас адресную социальную помощь получают более 240 тысяч семей. В них проживают 1,4 миллиона человек. Но областными структурами заявка была немного поменьше вначале. Около миллиона человек было. Поэтому, конечно, мы видим, есть факты фальсификации, незаконные назначения. К сожалению, когда в стране что-то хорошее принимается, тут же появляются люди, которые хотят на этом заработать, тоже получить выплаты, хорошие выплаты, 105 тысяч тенге на семью. Поэтому на всякие меры идут. Где-то скрывают доход, где-то там разводы у нас идут фиктивные и так далее. Поэтому сейчас при Министерстве труда и социальной защиты мы создали несколько групп, которые ездят по регионам. Первая проверка уже прошла. Все материалы мы передали. Те же фотографии, вот группа, которая работала, сняла. Некоторые имеют коттеджи, машины хорошие, доходы и так далее. Дальше эти материалы будут передаваться правоохранительным органам. Эта работа будет продолжаться, соответственно. А можно уточнить, пожалуйста, сколько фактов уже было выявлено и будут ли эти люди должны возместить вот эти деньги, которые получили? Где-то около двух тысяч фактов в разных областях. Но я думаю, повальная проверка идет, поэтому могут появляться. Конечно же, некоторые добровольно возмещают те средства, когда мы показываем факты нарушения законодательства. Не все возвращают, такие мы передаем правоохранительные органы. Соответственно, правоохранительные органы дальше работают, может в суд передать, в судебном порядке будут изжисковаться. Я прошу прощения, я хотел уточнить по возврату средств по ЛРТ. Вот по состоянию на последнюю дату возвращено 8,8 миллионов долларов или 3,34 миллиарда тенге. Вот вы задавали вопрос, сколько было на сегодняшний день. И эта исковая работа продолжается. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...